Продолжение следует... ...заплатить за пересылку рукописей по почте. Но посылка после перевода денег так и не приходит. А аферисты попросту не выходят на связь. Также могут искать желающих собирать шариковые ручки. Это еще легче, да и глаза от монитора уставать не будут. Принцип такой же. Заплатите нам за доставку стержней и колпачков, а мы ваш труд оплатим сторицей. Зарплату прямо на карточку переведем. Разумеется, никакой посылки и зарплаты незадачливый сотрудник не получит. Есть еще способ обмана. О сути работы не говорят. Не говорят совсем ничего. Только убедительно обещают золотые горы. Начните зарабатывать по 10 тысяч долларов в месяц. Гарантированный заработок. Просто. И дают электронный адрес для связи. Но при переписке выясняется, что сначала надо заплатить 100 рублей за инструктаж, а потом еще 200-300 рублей за пересылку документов. Так с миру по нитке мошенники обогащаются на доверчивых пользователях. Любое предложение о работе, когда деньги берут, а не дают, должно вас насторожить. Серьезный работодатель не будет просить с вас первоначальный взнос, оплаты накладных расходов, справок и всякой чепухи. А делаться небольшой суммой денег – это еще ничего. Некоторые мошенники могут и вас самого незаметно сделать сообщником. Такая опасность кроется, например, за вакансиями по размещению рекламы в интернете. Размести 50 наших объявлений на разных сайтах и получи деньги. Только вот объявления эти оказываются обманными. Они или рекламируют откровенно мошеннический проект, вроде поддельных магазинов по продаже авиабилетов, или просто ведут на бессмысленную страницу, забитую баннерами о волшебных способах похудеть и другой надоедливой рекламой. О том, что вам за это честно заплатят, говорить, конечно, нечего. Не ленитесь проверять информацию о тех, кто предлагает удаленную работу. И не верьте в достойную зарплату за примитивный труд. А дальше мы поговорим о том, почему к просьбам о благотворительной помощи в интернете тоже стоит относиться с осторожностью.